Вот скажи мне честно, ты же хочешь к себе на аккаунт получить этого новенького бравлера Арти? А хочешь узнать настоящую историю, как он оказался в Бравл Старсе? Так давай её, конечно же, сразу же посмотрим! Воу! Да это же та самая штука из Бравл Старса, про которую ты точно знаешь! Напиши в комментах, ты знаешь, как она называется? И кажется, одна из кассет немножечко поломалась. И просто возьми бит, и Нани очень сильно расстроен. И кто же это сделал? А это сделал Арти. Чё это ещё за чувак за такой? Давай, конечно же, это узнаем. Итак, они начали проигрывать. Там какие-то странные непонятные звуки. И они просто что-то задумали. Интересно, что же именно? Давай посмотрим. У нас начинается оригинальная история Арти. Он такой маленький! Стоп! Это чё, получается 8 бит, и Нани мама и папа? Воу! Это, конечно, очень странно. Но лишних вопросов мы задавать лучше не будем. Они просто веселятся, вместе играют. Это, конечно же, хорошо. И он, кажется, тоже что-то задумал. Они ещё решили его погармить. Чувак, ты такой счастливый, конечно. У тебя такие весёлые родители. Вместе с тобой читают топ-сикрет какой-то. Что-то насекреченное. Окей. И кажется, у него начало что-то расти. Или это 8 бита? Подожди, я немножко не понял. Да! Кажется, 8 бит чем-то болен. Воу! Что с ним случилось? Это у нас что? Это у нас уже шедев, что ли, началось? Или... А, у нас просто Нани играют вместе с артией. Окей. Но тут, кажется, пришёл 8 бит. И, по всей видимости, он чем-то недоволен. Воу! Нифига себе! Такого поворота я не ожидал. Это же вирусный 8 бит! Офигеть! Кажется, он очень серьёзным. Чем-то болен. Давай посмотрим, что же будет дальше. Чувак! Я надеюсь, ты не будешь убивать своего! Чувак! Зачем ты это сделал? Нани его спасла просто своим телом. Молодец! Но, кажется, Нани сейчас тоже станет вирусной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Интересно, как бы она выглядела? Давай, конечно же, на это посмотрим. Потому что прямо сейчас она заражается. И она остановится. Ээээ! Я не понял! Вы нам покажете Нани или нет? Кажется, она всё-таки реально заразилась. А у нас сейчас началась какая-то предыстория. Как же у нас появился этот новенький бравлер? Давай, конечно же, посмотрим. Поснебит его, когда в первый раз увидел. Он стал таким миленьким. И он ему точно понравился. Стоп. Кажется, он решил усилиться. Нифига себе! Он хочет начать быстро бегать. Но, кажется, он использовал тычку. И сейчас он просто не понял, что произошло. Это всё потому, что Арти убил барлейчика. А его станция тоже нанесла урон по 8-биту. И сейчас 8-биту... Ээээ... Не поздоровится. Его, кажется, немножечко сейчас сплакнут. Ха-ха. Арти оказался намного сильнее. И он его просто уничтожил. Красава! Так, давай посмотрим, что же было дальше. А! У нас до этого была ШДшка. А сейчас мы с тобой оказались в гемграбе. У нас просто Брок взял и украл все гемазики. Чувак, у тебя есть 5 штук. Тебе нужно бежать как можно быстрее. Он использовал гаджет. Красава! Но тут, кажется, пришла Сэнди. Потому что он оказался в настоящей песчаной буре. Ой, чувак. Ну здесь точно без вариантов. Ты сейчас скокнешься. Давай, конечно же, посмотрим. А ещё пушку бы это... Повернуть. Угу. Вот так-то лучше. Воу, так Сэнди-то ещё оказался скином. А почему она в стенку врезалась? Броку повезло. И в этот раз он всё-таки смог её кокнуть. Он её просто добил. Красава! Чувак, беги. У тебя всего лишь 5 гемасиков. Опа. Она призрак. Только я вот не понимаю. Это призрак от Сквика или от этого? От Гасса? Напиши в комментариях под видео, как ты думаешь. Ну, чувак, тебе нужно точно бежать. И он сейчас... А. Так за тобой призрак даже не двигается. Он просто решил в неё потыкать. Но тут сейчас что-то случится. Это всё-таки оказался Гасс. И я угадал. И я думаю тоже, что это, конечно же, заслуживает твоего лайка. Напиши обязательно внизу в комментариях под видео, угадал ли ты. И поставил ли ты лайк на это видео. А Гасс просто взял и вынес этого Брока. Красавчик! Но у нас есть ещё одна жертва. Ворон! Он-то сейчас ему точно отомстит. Ой, чувак, тебе сейчас не поздоровится. Твой шарик, кажется, немножко лопнул. И Гасс уничтожен. Ха-ха-ха, Ворон красава! Он просто собрал гемы и полетел. И тут ещё и летит Джанет. А, я так понимаю, то, что они в одной команде. И у них вместе есть 9 кристаллов. Остается последний гематик, и они выиграют катку. Но тут... Начинаются какие-то проблемы. Джанет врезала стенку. А к Ворону подошёл Динамайк. Точнее, Ворон подошёл к Динамайку. Тут начинаются какие-то математические расчёты. Он думает, кому скинуть свою бомбу, свой динамит. Решил отдать просто Ворону. Чувак. А чё, нельзя было Динамит, типа, выкинуть? Он его просто держал в руках. Гениально. Дальше у нас началась ещё одна новенькая катка. Макс спокойно гуляет по полю и увидела какую-то башку, летающую в воздухе. Она пока что не понимает, что же это такое. Опа-на, а вот и пришло тело. И она тут проводит математические расчёты. И кажется, она просто перепутала его с восьми битом. Она подумала, что это новенький скин. Чувак, ты прям очень ошибаешься. Он думает, что он очень медленный, поэтому можно просто ударить и убежать. Неа, так не получится, потому что наш бравлер Арти очень быстрый. И Макс от него точно убежать не сможет. Он его просто взял и догнал. Опа-на, а это ещё что такое? Ааа, это мне кажется взяли и бравлера немножко перепутали. Потому что там должен был быть другой бравлер. И Макс просто немножечко кокнулось. Помянем. Давай тогда вспомним ещё один очень интересный видосик, где просто у нас был Динамайк. Он в шедешке решил сломать кусты. И против него есть очень много противников. Всех он уничтожить точно не сможет. Потому что они явно намерены его кокнуть. И я думаю, что ты, конечно же, это понимаешь. Его сразу же убил Мортис. Он просто крысил в кустах. Динамайк эти кустики, кажется, немножко не проверил. И это было зря. Потому что его сразу же вынесли. Но у Мортиса есть другая история. Он также просто взял, убил этого Динамайка. И кажется, сейчас не поздоровится Мортису. Потому что эти чуваки смотрят на него. Ведь там была Шелька. Теперь в этот раз они просто взяли и вынесли Мортиса. Тем более, что у неё ещё и гаджет был. Она просто на гаджете телепортировалась и его кокнула. Так, теперь они все смотрят на Шельку. А что вы задумали? Хм, а куда подевался Фрэнк? Видимо, он решил просто уничтожить Шелли. Он её просто прибил к полу. Ха-ха-ха. Капец. Здесь мы с тобой можем узнать, какие бравлеры могут законтрить друг друга. В этот раз, например, Фрэнка может уничтожить Пайпер. Потому что она просто стрельнула тычку. И Фрэнка просто кокнули. Да уж, минус бравлер. Уу, а кто это здесь заспавнился? Робот. Пайпер, на твоё место я бы бежал. Но это тебе всё равно не поможет. Её сразу кокнули. Ха-ха-ха. Сами ножницы бумага сыграли. Ха-ха. И Наня выиграла. Но, кажется, есть ещё один бравлер, который может её просто убить. Я так понимаю, что это была рука восьми бита? Или я что-то перепутал? Но, в любом случае, Наня, конечно же, вынесли. И она проиграла эту каночку. Или её джин притянул? Он что, притянул её другой своей рукой? Это было как-то странно. Емазики он, конечно же, в любом случае забирает себе. Ааа, это просто был Дэрил, который убил Динамайка. Как-то в этом видосике слишком много бравлеров умирает. Тебе так не кажется? Например, Тик может убить Дэрила. Ну, я думаю, то, что Дэрил от одной головы, умереть точно не может. А Тика может кокнуть Роза. Это однозначно. Если он её просто не заметит в кустах. Чувак, тебе нужно было внимательнее всё чекать. Он просто решил сам отдать гемазики. И понимает то, что его тоже вынесли. Так, интересно, а кто же кокнет Розу? Давай попробуем просто с тобой в комментариях угадать. Лично мне кажется, что это будет какой-нибудь ворон. Или какой-нибудь дальник. Например, пчела. И это оказался... Кто её убил? Я не понял. Теперь понял. Это был Бо. Она просто взорвалась на его минах. Гениально. Но как мы с тобой видели, у нас была там всего лишь одна мина. И как ты понимаешь, Роза на одной мине умереть точно не может. Но он наткнулся на гаджет у Гейла. Его сразу же вынесли, потому что его откинуло к ближникам. А там точно без вариантов. И кажется, в этих кустах у нас крысил Рика. Нет, там крысила Амбер. Стоп, ты что, элементарно не можешь убить Рикошета, что ли? Я думал, что это было бы очень просто. Она просто берёт и кидает в него свою заморозку. И зажимает его в угол. Чувак не знает, куда ему деваться. Мне кажется, тебе нужно использовать гаджет на отхил. Других шансов у тебя точно нет. Чувак. Я думаю, что ты сможешь ей отомстить. Хоть мне скин на Амбер, конечно, очень сильно нравится. У меня вот даже на основном аккаунте есть. Но что ты здесь делаешь? А. Она, кажется, решила фраг забрать. А этот решил убить Амбер. Ну да. В принципе, логично. В Дуа ШД они бы точно снились. Чуваки просто взяли и их вместе добили. Молодцы, конечно. Только у нас Дуа ШД или Соло? Кажется, Соло. Потому что эти чуваки тоже друг против друга. Кто же выиграет? Шелли или Честер? Давай с тобой попробуем угадать. Лично я голосую за Честером. Мне кажется, он ее своими бомбами точно сможет закидать. Ну хотя она знато так уворачивается. Использует гаджет, скорее всего. Но этот гаджет ей не поможет. Потому что ее сейчас, конечно же, тоже вынесут. Откуда у Шелли так много тысячек? Я не понимаю. Опа-на. Он почти зарядил ульту. И ульта у него... Какая? Что за ульта? А. Я понял. Баллончик. И Шелли зарядила ульту. И Честеру... Капец. Но давай все-таки посмотрим. Вдруг я был прав и Честер реально выиграл. Воу. Кажется, Шеллике стало очень плохо. Но тут просто пришел этот чувачок. Грей. И кажется, он их просто решил отвлечь. И после этого реши сейчас их быстренько вынести. Чувак, чего ты ждешь? Они же сейчас уже отхилятся. Тебе нужно просто их быстренько добить. Я думаю, что он их одновременно двоих, конечно же, уничтожит. С помощью сейфа? А. Прямо настолько такого поворота я не ожидал. Они вместе кокнулись. То есть я все-таки не угадал. Я просто не ожидал такого поворота. Зато я думаю, что ты, конечно же, прямо сейчас поставишь лайк на это видео. Не забудешь подписаться на канал. Потому что у нас еще есть Мэнди, которая уничтожит этого Грея. Чувак, беги. А ты быстрее подписывайся на канал. И не забудь посмотреть предыдущий видосик. Потому что он тоже был очень интересный. А тебе осталось всего лишь на него нажать. А Грея, кажется, сейчас вынесет кто-то другой. И это будет... Идиот! Идиот!